Всех приветствую на Ултсвит онлайн каждую пятницу в 20.00 рассматриваем основные фичерсные рынки и по традиции у нас новости, отчеты, которые ждут нас в следующей неделе. Значит, ну самое-самое-самое, что может потревожить на рынках, ну создать волатильность, сильное движение, это фомка в среду, то есть либо дадут почву для продолжения текущего тренда, либо же все-таки будут водить за нос и летний контракт пройдет в боковике. Ну, греков, как обычно, вспоминают, когда надо создать негатив на рынке, и это у них похоже, что получилось, особенно по S&P, по евро вы видели, какие были гэпы. Вот, сейчас мы это все рассмотрим и выделим эти уровни. Значит, на следующей неделе индекс деловой активности Канады и Штаты в понедельник, вторник Австралия, процентная ставка решается, сейчас 2%, но, скорее всего, так и оставят, думают аналитики. Объем производства промышленности Британии тоже во вторник, и в среду единственное, что стоит дождаться, это в 9 часов вечера будет публикация протоколов Фармс. Вот. Поэтому необходимо будет вечером проследить, и если у вас будут открытые позиции, осторожно-сторожно поработать в этот день. В четверг решим по процентной ставке Британии, сейчас 0,5%, вполне может быть, что и понизит, но пока вот аналитики не ждут таких изменений, и в пятницу читается Канада по безработным. Вот такие новости ждут на следующей неделе. Так, теперь у нас публичный рейтинг, открытый, абсолютно прозрачный, никакие коррективы в сделки не вносятся. Здесь, как открывают трейдеры позиции, учитывая стоп-ордера, тейк-профиты, все это отображается, и вот, собственно, за неделю, эту рейтинг, начнем с S&P, на первом месте у нас клим, все, пробовал шортить S&P, ну, это как раз под стать этому гэпу, потом, ром, закрыл продажу позиционную, 112 пипсов, неплохо, появился трейдер S.G. Вторая точка, вот такие вот продажи хорошие, неплохо, неплохо, все четыре практически чистые. Ну, сейчас посмотрим, недавно трейдер появился, добавьте аватарку, если вы участник постоянный, если вы планируете быть постоянным участником, это ваш бренд будет. Ну, есть вот два косяка, и на третий раз вход, в общем. Я уже неоднократно говорил и на курсах, и на WallSuite Online, это очень опасное время для работы на рынке, вот, 8.44, вот, то есть, в это время еще нельзя открывать позиции, рынок только открывается. Нефть хорошо, посмотрим. Так, Love is a short, постоянный участник, и частенько, очень, очень частенько в лидерах, тоже закрыл шортец по S&P, и, в принципе, пробовал шортить пару раз. Карлос, отлично. Отлично, даже вот, да, загрузился, молодец, все по технике, все как, все как учили. Отлично, и в первое число хорошо поработал. Но тут, собственно, позиции, видно, уже отпустили, не сопровождали. Сейчас. Поздновато зашел, это уже было лишним, второго числа. Такой движ был, и... Да, вот, второго числа это уже познавательненький вход был. Так, так, в принципе, вот, Yamaha тоже хороший шортец, забабахал тут. И вышел классно. Неплохо, неплохо. Так, и... Горилла Андрею. Рвет рынок, S&P. 28 пипсов. Неплохо, что у нас, Вита, кстати. Отлично, отлично. Технично, неплохо. Вот это я про продажу. Так. Это был S&P, сейчас RTS посмотрим. Забыл сказать, в пятницу Елен будет говорить. Вот, поэтому... Стоит послушать, что он расскажет. Так, Rixos на этой неделе по РТС первое место. Ну-ка, глянем, как стажеры, как ученики. Улучшают ли свою технику? Али улучшают. Так. Ну, это... 1 июля. Рисковые сделки. Выход пропущен. Это что ж такое? Так. Звук. Звук хорошо. Мы тестировали. Все нормально со звуком. Так, вот здесь вот Rixos надо было бы и пораньше выйти. Такую убыточную позицию отпускать нельзя было. Так. Киберфанд. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что ж тут? Ай, да хорошо. Хорошо, хорошо. Особенно до загрузка была 2-го числа. По делу, по делу, по делу и вышел по делу. Неплохо. Радует нас киберфанд. Маркуша. Ух, сколько энергии здесь. Ух. Все вот прям вот не выходит из рынка. 260 пипсов на неделю на одном счету и 216. Видно, разные стратегии используют на разных счетах. И это правильно. Мишка Мед в десятку первую попал. Да, странно. Покупку так передержал. Здесь ничего не зафиксировал и вышел аж здесь. Такое бывает. Так, Финн. Так, 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 так. Тоже пропустил вот этот момент. Бостон, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это лишнее. Сделки очень лишние. Так, Сон 2. Нет без убытка. А надо. Лариса. Без убыток. Так, ну вот такой вот рейтинг по РТС. Сейчас мы посмотрим рубль. Так, рубль у нас с Маркуша. Ну, это постоянный участник. И, в принципе, достаточно стабильно. Ну, контракты в основном закрывают в плюс. И это хороший знак стабильности. Потому что по одному дню судить трейдера не стоит. Это нужно минимум за контракт, за 3 месяца смотреть результаты. Поэтому, как говорится, цыплят по осени считают. Так, тут и по рублю без остановки идет борьба. Это тоже два счета. И, судя по всему, нет, здесь уже похожие сделки. Не разный подход. Жмурик. Жмурик. Ой, ай да, молодец. Хорошо прочесывал. Забрал максимум. И вышел тоже по делу. Хорошо. Это отличный день. Ночью прямо же вошел-то перед открытием. Ух ты. Не спал. Так. Третье место заслужено. Вполне одна продажа. И этого вполне хватило, чтобы 460 пипсов взял. Отлично. Так. Гуров. Если не ошибаюсь, в прошлом контракте один из победителей. Так. Тут нет безубытка. А надо было бы поставить. Жук. Тоже короткая продажа. Белинпро. Остальные либо в минусе, либо закрытые отображения счетов. Реалы бывают. Скальперы. Ну, не знаю. Сейчас летний период. Активность и на финансовых рынках падает. Поэтому. Мишка мед по еврику за эту неделю. 167 пипсов. Неплохо. Лезет иногда, конечно, рисково. Вот это вот лишнее было. Абсолютно. Есть рисковые входы. Но ему я бы советовал среднестрочно работать. У него больше получается вот... Скальпер не подходит к нему. А так, в принципе, пора бы уже и стоп-лосик перевести. Если это не позиционно, но... Так. Первое место. Молодец. Павел. Продажа вот такая вот... По-настоящему хорошо получилось заширтить. Единственное, что не хватает, это безубытка. Стоп-лосик ограничителя. Карлос. 140 пипсов. Отлично. Все лучше и лучше получается работать. Но есть все равно... Сделки эмоциональные. Ну, исправится. Клим тоже шортил. Ну, в принципе, те, кто шортил, те и... И заработали. Billion Pro, Diesel, снова мешкомет на другом счету. И Mike, и The Mi Stock... Как? Не знаю. Сложные нити. Очень... Life is a short. В общем, одни и те же трейдеры. Вот буквально появился... Не стокл какой-то... Не знаю. В общем, парниш какой-то на аватарке там. Попроще какие-то ники. Ставьте. Так. Фунт. Life is a short. Но здесь в рейтинге заширтил два раза. И удачно. А... Paper Trade... Первый раз вижу сделки. Поэтому ничего не могу сказать. Но вот второе место. 40 пиццев. И Карлос... Начал рисков работать на минимуме шортить. Что-то тут произошло первого числа. Какие-то лишние были движения на евро и на фунте. Так. Карлос, 5D Trade. Карлос, пирамида, операция 98. Все те же... Все те же у валютных фьючерсов. Так. И просили за две недели показать нефть. Сель, да. Карлос, пират и снова Карлос. Студенты. Уже вышли на... Ого, класс, да. Действительно. Тоже хорошо. И вышел, да? Отлично. Но это реал, да? Да, это реал. С нефтью что случилось? Ну, ничего. Управляют котировкой нефти. Хороший, да. Биопсихоз. Респектик. Особенно до загрузка. По делу было. Прямо там, где надо. Тут вообще безважно. Действительно, хорошая сделка. Одна сделка в неделю. Ну, получилось до загрузка. Еще три контракта. И все. Здесь, в принципе, не надо никаких скальперов. Вот, поработал. Биопсихоз. Отлично. Действительно, хорошая сделка. Хоть... Есть на что посмотреть. Респект, респект. Вот. Карлос тоже вот идентичная активность. То есть, продажа была с самого начала позапрошлой недели. И уже стоит безубытно на 5739. Все правильно. То есть, работают как раз четко. Видите, те, кто постоянно ходит на Улсрит Онлайн, посещает обзор. Я думаю, вы заметили, что одни и те же участники закрывают неделю в плюс. По разным инструментам. Есть, кто работает только на одном. Есть, кто работает по нескольким. Это, я думаю, еще раз доказывает, что статистика про то, что большинство теряет, она не верна. Это в основном из-за форекс-контор, из-за плечей, плеч, из-за отсутствия образования. Информация правильная. Ну и применение абсолютно синтетических индикаторов в торговле дает о себе знать. Да, Реал здесь не показывает пипсы. Там в настройках можно настроить, чтобы отображение было, но не сегодня. Так, значит, золото давайте еще посмотрим. Там тоже есть таланты. И снова пирать 98. Ну, молодчина, молодчина. Закрыл шорт. Пробал открывать покупки. И заигрался. Так, ну все равно первое место за неделю и в плюсе. Так, нет стоп-лоссика. Не забываем про стоп-лосс. Так, второе место. Новый какой-то трейдер без ников, без аватарки. Поэтому не будем комментировать. Карлос в шорте. Так он побывал. И сейчас в шорте висит убыточном. Я думаю, на выходные такое оставлять не стоит. Лучше выйти. И уже понедельник открыть. Alex One. 46 пивцев. Но, к сожалению, на этой неделе нет нечем вас порадовать хорошими сделками на золоте. И приступим к обзору. С S&P начнем. Так. Так. Так, 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 так. S&P. Здесь склейка двух контрактов по котировке. И мы как раз достигли фактически минимума прошлого контракта. Я имею в виду самого последнего массива поддержки по S&P. И если на следующей неделе как раз вот этот массив все-таки пробьют селлеры под фонку в среду. Это как раз ожидается именно в тот день. Либо в среду, либо уже в четверг они будут добивать. Как бы все равно будут в среду выносить и селлеров, и байеров. Либо в четверг уже добавят. Такое уже зашлифуют. Поэтому если все-таки начнут атаковать этот уровень, то, скорее всего, мы увидим продолжение нисходящей динамики. Плюс греки. Масло в огонь. И вот сейчас посмотрим, что еще с нефтью будет. Если вы заметили, на этой неделе прошел достаточно мощный объем на 53.60. И это необходимо отметить в качестве важного уровня. Потому что могут защищать и байеры. Мы сейчас еще посмотрим по дельте. Выделим, какая активность была. А вот этот диапазон вполне может быть поддержкой пока вот тормознули вот это снижение. Но не видно сильного дисбаланса. Потому что потом ликвидность снова притихла. То есть, как бы, хорошим признаком, что это набор объема на покупку, сложно сказать. Потому что ликвидность не сохраняется дальше на сильных оборотах. То есть, это, скорее всего, либо дозагрузка на шорт, либо сброс каких-то позиций быстро. Вот так это выглядит в текущем контракте. Сетка. Значит, сопротивление 21.11 по 21.20. Ну, 20-то многовато будет. Давайте я возьму 18. Вот. Это у нас сопротивление. Здесь 5 сессий. Вполне четко поработали как раз с этой целью. Промежуточная загрузка на шорт. 96. По 93. Как сопротивление. Тут 2 сессии. Ну, 1,5. И gap. Gap. То есть, вот этот вот формат очень сильный. Давно таких не было. И, учитывая воскресенье, вот понедельник как раз он полгапа где-то закрыл. И вот этот объем, который зашел 29-го числа. Вот. Здесь пока вот сдерживает. Сдерживал 2 сессии. Котировочку. Поэтому 20.78.20.81 в качестве сопротивления. Как уровень мониторить. То есть, уйдут, пробьют этот уровень. Желательно, конечно, наличие крупных объемов. Вот, что настораживает, что здесь вот очень плотно собрали котировочку. И потом ликвидность стихла. То есть, когда набирают макс, давайте пока без руки. Все равно вы в чате только ругаетесь со всеми. Ну, я не именно про вас. Я вообще. Очень часто в чате идет дискуссия. Абсолютно не по рынку. Поэтому я чат отключу, пока он не нужен. Вот. И 20.53 и 20.59 в качестве поддержки на следующей неделе обязательно мониторить. Давайте посмотрим, что у нас по дельте произошло. И выделим активные уровни селлеров и майеров. Так, апрель нам не надо. Нам вот с конца мая. Итак, как видите, непосредственно ту сессию, которая нам была интересна. Вот 30.29. Здесь было очень много агрессивных агрессоров на шорт. Вполне может быть схема, что набирают тут и в этой области продажи. Поэтому если спокойно пройдут уровень 20.58-20.52, я бы дальше держал продажу. Потому что это как раз распространенная модель продажи. То есть, когда придут на новый уровень, загружаются на шорт там, где толпа начинает покупать. Потому что цена как бы перепродана. И ближайший диапазон цепляют, если идет коррективный такой момент. Сразу загружают еще один массив продажи и потом пробивают первый. То есть, такой сценарий вполне может пройти. Поэтому, если вы увидите атаку 20.53-20.52 и спокойно пробьют вот этот уровень, можно продажу держать дальше. Примерно средняя позиция крупного участника, этого крупного игрока, будет в районе 20.62-20.60. То есть, он постарается как можно скорее загнать цену ниже этого уровня. Чтобы был маркет и его счета как бы в плюсовой зоне. То есть, все внимание на этот уровень. Сейчас мы дельту включим. И дельта 36 тонн. Сейчас мы выделим. 20.70. Очень плотно поработали как раз диапазончики. 26.5 и 20.70. И второй массив активности селлеров 20.53 и 20.56.5. Так, и открытый интерес. Сейчас мы на S&P посмотрим. К сожалению, надо выбрать Interval Day. Как видите, последние три сессии только набирают позиции. Все больше и больше. То есть, входят в рынок новые участники, открываются новые позиции. И там у нас по дельте как раз было две сессии на Short. Ну вот, нулевая сессия и вчерашняя на Short. Первого числа были вот покупки. Перед, 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 перед 4 июля неделя, как видите, была более похоже на восходящую динамику, но после гэпа. Конечно, я не ожидал такого маневра. Давно гэпов не было на S&P. Ну, пока агрессоры в основном на Short, поэтому с покупками после такого гэпа я бы аккуратнее, то есть, щепетильнее даже присматривался к моделям на Buy. Тем более, уже близится, близится, близится время, когда поднимут процентные ставки по штатам, если это, конечно, произойдет. Но, по крайней мере, пугают этим. Каждый раз все страшнее и страшнее. Вот, как только поднимут, сразу начнут скидывать фондовый рынок и фиксировать свои покупки долгосрочные. Причем по многим секторам, по многим портфелям. Так, за этот контракт, сейчас мы неделю выделим. Значит, вот такая схема у нас была неделя, была интересная, но... Я говорю, она короткая. И перед 4 июля они постараются сильно не упасть в лесу грязь. 24, 25, 28, 25. Первый массив. Тут вторник плюс понедельник. А по большей части здесь вторник. И Америка грузила достаточно так плотненько вот в коридоре. Возьмем, сейчас выделим. Особенно вот совет такой по S&P. Смледите, где именно в американскую сессию грузится активно. То есть, в каких диапазонах. Если диапазон достаточно повторяется даже за неделю, вот обратите внимание, сколько раз в районе 70, 77, 78. Три сессии из четырех грузили. То есть, если не смогут толкнуть цену выше 20-80 на следующей неделе, то возможно, что подгрузили все-таки шорты. Останется только пробить вот этот вот массив поддержки в районе... Ну, можно захватить даже 52-ю. Здесь очень мощно прошли 52-ю. Спокойно можно взять. Вот весь коридор вторника. Фактически, это и есть ядро недели. Вот. Ну, ядро на самом деле вот 26,4, 27,1. Но очень объемно прошли как раз вот понедельник плюс вторник. 20,52, 20,58. Коридор есть. Диапазон достаточно плотный. Поэтому выход из этого коридора будет на следующей неделе 98%. Как раз в среду под фонку это может и произойти. Может даже раньше. РТС. Так, РТС у нас на 90, даже уже ушел ниже 90. В связи с выходом котировки по нефти. Да, пошла она на продажу на этой неделе, что заканчивается. И это может сейчас как раз и сподвигнуть и продажи на РТС. Поэтому 91,91,200 как сопротивление стоит выделить. И тут подгрузили и три сессии фактически не пускали выше. Пробитие этого уровня в принципе будет говорить о каких-то изменениях со стороны байеров. И вот пятница 89,500, 89,700. Достаточно слабый объем прошел. И объем падает все быстрее и быстрее с начала июля. Уже первый месяц это прошел. Вот максимум за этот контракт сформировали уже, перенесли цену. То есть максимальная цена уже 90,200. Это и есть ядро текущего контракта 90 по 90,500. Можете спокойно выделить максимум ядро пока вот там сосредоточено. И первое было у нас на 94,200, 95,200. Так, посмотрим по дельте, что там за активность. Ну, как видите, не сильно радует байеров своим присутствием. Понедельник минус 9 тонн на стране селлеров. Потом здесь на очень волатильной сессии даже 16 тонн подгрузили. И 24 сразу же селлерами при... Ну, как бы успокоили активность байеров. И потом нулевая дельта. И снова селлеров. Причем активность дельты на шорт на минимуме недели очень удивляет. Ну, как бы должны, в принципе, проявить себя как-то байеры и начинать здесь затариваться на минимуме контракта и на минимуме недели. Плюс сбрасываю селлеры свои продажи. Тоже была бы активность на бай. Но здесь, как видите, даже это не помогло вытащить дельту в плюсовую зону. То есть, ну, вернее, на стороны байеров. Минус 12 тонн на стороне селлеров. Поэтому пробитие трех восьмерок 2.0 будет неудивлением на следующей неделе. Вот так вот. Как видите, минус 4 и минус 4 только на минимуме сессии прошло. Здесь причем уже несколько раз были такие моменты. То есть, без сильной активности со стороны байеров тут не обойдется. Поэтому аккуратненько с покупками на следующей неделе, тем более с нефтянкой. Пока вот неразбериха пошла в продажу. И так, значит, выходят, как видите, фиксируют. Практически всю неделю выходили из рынка участники. Тем самым выясняются некоторые дельты на бай. Вот. И 2-го числа у нас были даже какие-то открытия. Давайте посмотрим. Да, вот на 8 штук вытащили в покупке. Но, опять же, пока вот на фоне такой нефти покупать трудновато будет, я думаю. Так, ядро за неделю 90 по 90,5. Здесь четко можно выделить. Потом уровень 89,500, 89,350 в качестве возможного уровня поддержки. Давайте все-таки захватим. Если активно будет сдерживать, чисто спекулятивно, там, внутри сессии поработать. Поработать, в принципе, если будет активно сдерживать и дельта будет очень аномальная на покупку, то попробовать почему бы и нет. И вот еще один такой уровень сопротивления. 90,850, 91,300. Здесь и вторник активно себя вел, и среда, и четверг уже вроде как контрольную точку поставил. Поэтому первый уровень сопротивления на понедельник, вторник. Ну, максимум недели, соответственно. 91,850, 92 тоже на стороне селлера. Самые крупные сделки проходили как раз тут, как раз тут. И вот здесь у нас на открытии три раза были достаточно объемные сделочки. Закрытие недели проходит на минимуме, то есть пытались что-то и не получилось. Поэтому пока не пробьют вот этот коридор, о спросе о покупках будет говорить сложновато. Поэтому поход на три восьмерки, пробить это уровень вполне будет ожидаемо, если нефть продолжит свое снижение на следующей неделе. Д рубль. Так, вот такая картина. Идем к 58, пока вот 57, 250, 56, 800. Установили коридор на этой неделе очень плотно. И потихонечку активность падает. Вот объем. Давайте посмотрим, что произошло на дельте там. Непосредственно. Ну, здесь практически все сессии за покупателями. Если брать спот по Тик Директ, в основном преобладает активность байеров. И тут даже ни одной сессии не смогли проявить себя селлеры. Посмотрим сейчас на рубле на дельте. Идентичная картина. Фактически тут нулевая дельта была только 30 числа. Четверг плотная такая сессия. И байеры 137 тонн дельта на среду пришлось. И сегодня 106 тонн дельта на стороне байера. Вот когда была дельта больше 100 тысяч, 129 тысяч. Вот эта активность. После этого с трех петерок ушли на 57. Очень сильный дисбаланс пошел по дельте со стороны байеров. Две сессии по 100 тысяч контрактов. То есть вполне может быть, что 57 затарили на покупку. И если нефть будет падать, это может вызвать еще прилив ликвидности на покупку на рубле. Ну, я имею в виду на доллар-рубль фьючерсе. Посмотрим, что там сейчас происходит на крытом интересе. Три сессии шла фиксация. Вот, фиксировали. Затаривались с 24 числа до 30. Вот, открывали позицию. Поэтому как раз вот уровень 56, 56, 300. Даже можно взять и этот уровень. По 56, 500. Коридор в качестве возможного уровня поддержки. Попробуйте, выделите. И мониторьте на всякий случай, потому что там как раз вот активность где-то 24, вот. Вот этот весь период была активность на стороне. Вернее, как бы открывали позиции. А последние три сессии шла фиксация. Раз, два, три. Так. И, 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 и. Выделим сейчас. Спекулятивные уровни. Очень ликвидно проработали именно этот уровень. Практически всю неделю там загружались. Тут. Обратите внимание, что практически все сессии, кроме одной, с этой точки пытались толкнуть наверх котировку. Вот здесь еще два раза. Тут полный разворот. Затарились на бай, вынесли байеров по стопам. И снова там затарились на этом уровне. Потом открылись чуть-чуть в перекупленном ценном диапазоне. Спустились. Защищают понедельник. Снова здесь активность прошла. Вот. Потом здесь чуть ниже закрыли, вынесли всех байеров. Опять же. Затарились по минимуму недели. И снова при подходе к этому уровню третий раз загружают здесь объем. В четверг здесь загрузили утром объем, толкнули выше. Вернулись. Снова загрузили. И в пятницу после загрузки снова толкнули наверх. Практически все сессии провели именно в этом диапазоне. И по большей части пытались пойти выше. 57. 57. 100. Самый активный уровень на этой неделе. И поддержку можно в принципе взять в районе 5. 5. 6. 6. 5. 5. 6. 5. 7. 5. 5. 5. 5. 5. Сопротивление здесь однозначно вторник со своим уровнем. Вот. Тут раз, два, три, четыре раза не пускали выше. И мы захватим сейчас котировочку 57.240. 57.310. Вот. сопротивление на следующую неделю. Евро. Тоже падает ликвидность, как видите. И с каждой сессии все меньше и меньше и меньше. Люди ждут участники в финансовых рынках. Ждут как же закончится сериал прогрессию. Спот по рублю мы рассматривали уже. Пропустили что ли. Так. И 13.55 14.25 в этом контракте. Так. И вот три единицы тут как бы самая активная цена на этой неделе. Вот. Были ниже. Ниже 1.1. И вот будет ли 1.1 евро доллар в принципе ответ осталось недолго ждать с такими темпами. Ядро контракта 11.85 12.25 здесь 4 сессии неплохо поработали на на той неделе и не опустили выше уже после такого дисбаланса на этой неделе. Поэтому пробитие котировки 10.50 и поход на 1.1 будет не удивление. Так. Посмотрим поделить что там произошло. Как видите покупки были только на закрытии гэпа и потом только 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 красные сессии красные дни. открывали позиции 30 числа и 2 2 2 2 обе сессии на продажах вот так вот давайте еще захватим уровни спекулятивной и пойдем так 2 числа очень ликвидно 30 тысяч контрактов за 15 минут прошло в коридоре моменте прям вынесли хорошенько вот коридорчик этот 11 0 5 советую захватить этот уровень 11 15 и 11 0 5 тут я думаю пока понедельник не пробьет этот уровень скорее всего будут продажи пока затарили здесь на объемчике пятница вот видите даже хоть и короткий день ушел ниже не не опустили выше обязательно следите за вот этим диапазоном с понедельника это наверное номер один уровень сейчас будет потому что там кто-то очень сильно затарился потом дополнительные уровни у нас идет вторник плюс понедельник коридор 12 15 и 1 95 97 ну и плюс понедельник со своим сопротивлением которое защитили во вторник селеры были уже тут 12 50 12 70 поддержки даже нет то есть такая модель неделю что даже нечего взять в качестве поддержки то есть опоры нет единственное что может создать предположение на покупку это сильные активные закупки с начала недели и атака там 11 12 32 11 12 поход на этот уровень то есть потом вот эту площадку можно попробовать взять как поддержку но если это произойдет то есть как возможный ход действий просчет на всякий случай ну в общем неделя без без саппорта без поддержки и это настораживает так фунт буквально быстренько дельта тоже вся на шортах единственное в пятницу что-то зафиксировали скорее всего с продаж что продажи которые были 22 и 23 ведь агрессивно очень это коридор вот этих сессий 57 58 30 очень плотно проработали целлю и пошли атаковать 1 56 дельта на покупку вот в эту сессию это в принципе вполне нормально после снижения с 59 фиксация идет так и тоже видите падает ликвидность в качестве ядра контракта можно смело брать 57 57 50 экватор по фунту и 55 это уже будет край то есть это уже блокпост первые сессии прошли объемы тут и тут фактически произошел разворот контракта уже на первой стадии это уже финишная будет пробитие 55 финишная то есть это по большей части признак нисходящей нисходящей тенденции пока экватор не начнут атаковать могут еще протестировать попрощаться вполне может быть такой сценарий и потом уже уйдут на 55 и ниже посмотрим как поведут себя греки как это все закончится таких еще сериалов я не видел 56 56 30 уровень тоже на заметочку нефть давайте возьмем бренд так и после столь длительного флета где-то с начала 15 числа и как начали даже раньше вот тут четко прорисован коридор 64 60 2 50 вот ядро этого коридор потихонечку ушли на 60 в принципе если это вынос по стопам байеров то на следующей неделе мы должны вернуться первую же ее часть в район 63 64 тогда сценарий на продажу всех инструментов которые тесно связаны с нефтянкой нужно пересмотреть уже воротную тенденцию сейчас мы на сель посмотрим так ну здесь вся неделя была на продаже так коридор возьмем 59 50 по 61 основной ну более так даже 60 с половиной ну а эти все до загрузки идут две сессии и распределение то есть сейчас мы выделим самую объемную сессию вот здесь 57 по 57 50 в качестве уровня проверки то есть если не смогут цену толкнуть даже выше этого объема то у нас есть нисходящая динамика и она только усиливается так как подгружают объемы судя по всему так у нас фиксация на этой неделе практически три сессии было на выход из позиций ну те кто затаривались на бай на 59 60 скорее всего выходят по убыткам и это по дельте должно только прибавить масло в огонь как бы наши рты и сейчас посмотрим ну тут соответственно ну в любом случае здесь три сессии на продажах коридор вот так вот выделим 56 90 57 60 и на бренде сейчас идентично здесь коридор селлеров вот такой 61 3 62 и 3 сильная загрузка вот пришлось на 15 16 17 18 19 вот тут коридор просто вот активно особенно на 64 золото второго числа были на пробизе уже 1162 набрали здесь объем и вот сегодня короткая сессия попробовали толкнуть выше но не особо получилось раз два три четыре сессии подряд достаточно неплохо по объему идут на продажу уверенным темпом единственный возможный ход конем могут сделать если на нефтянке резко развернуться на покупку то вот этот коридорчик видите здесь три сессии здесь вот так плотненько две сессии проработали если этот маневр был на снятие стопов то должны толкнуть цену выше 1175 тем самым еще может обернуться этот нисходящий тренд на восходящий но в любом случае 1170 1175 в качестве сопротивления на следующей неделе присмотритесь вполне могут не упустить то есть как продолжение тренда нисходящего который начался с 12 до 0 вот этот уровень очень сильно проработали и на всякий случай возьмите в качестве сопротивления так и так ну и поддержку вдруг получится 1162 восполнено 1165 по дельте 1 продажа 30 продажа вот коридорчик двух продаж и покупки третьего числа были на 1165 то есть 76 по 69 даже по 67 здесь вот вполне могут еще раз проявить себя селлеры тут если обратить внимание 22 24 три раза уже здесь были в этом коридоре еще раз подгрузили ну в общем в качестве сопротивления на всякий случай возьмите ну в общем то и все с понедельника начинается профкурс приходите вам хороших выходных хороших сделок прибыльных на следующей неделе аккуратно в среду фомка до следующего Wall Street Online до свидания пока субтитры субтитры субтитры